Слушай сюда. Думать, что ты опоздал с биткоином, значит не справиться с эго. Я повторю еще раз. Думать, что ты опоздал с биткоином, значит не справиться с эго. Биткоин — это эго-тест. Опоздал с биткоином? Да кто сказал? Ооо, ты себя сравниваешь со своим другом детства. Ооо, да ты сравниваешь себя с людьми из интернета. Ооо, да ты сравниваешь себя с коллегами. Вот почему ты думаешь, что ты опоздал с биткоином? Прости, что? Да это эго говорит вместо тебя. Такая маленькая, незащищенная сущность. Это вообще никак не связано с биткоином. Ты думаешь, вот ты опоздал с биткоином? Да Майкл Сейлор только что купил его на 2 миллиарда. Опоздал он. Да где и как? Биткоин — это тест на эго. И если ты в состоянии одолеть свое эго, признав, что ты не выше этого, что ты не можешь это контролировать, но ты вместе с этим, оно важнее меня, оно больше, чем я, тогда ты станешь биткоинером. Ты становишься частью сети с абсолютным равенством всех и каждого без иерархии. Правило бесправитель. Здесь ты становишься биткоинером. Поэтому, на мой взгляд, считать, что ты опоздал с биткоином — это проиграть своему эго. Просто перестань сравнивать себя с другими. Слушай, в конечном итоге, ты вложишь свои деньги куда-то, свою энергию и время, свои старания, труд куда-то, верно? Ты встаешь, идешь на работу, ты улучшаешь мир. И где-то эту ценность ты должен сохранить. И ты не хочешь сохранить ее в самом лучшем для этого месте за всю историю человечества, только потому что сравниваешь себя с друзьями? Да что ж ты за мужик-то такой? Ну? Ну, не знаю. Мне непонятно. Но не сравнивай себя с другими. Решения отдаются сложно. Каждый день ты просыпаешься, приносишь пользу окружающим тебя людям. И эту пользу куда-то ты должен класть. И биткоин для этого — самое лучшее место. Точка. Здесь нет лучших. Здесь нет такого, как поздно или рано. И опять же, биткоин — это не хеджирование, а решение. И каждый день, просыпаясь утро и делая работу, ты производишь ценности для общества. И эти ценности нужно хранить, помещая в биткоин. Очевидно. Это было правильным ответом последние 15 лет и будет правильным ответом на последующие 15 тысяч лет.